А перед началом ролика я хочу вам порекомендовать классный паблик ВКонтакте, патрулирующий Мохаве. Здесь регулярно выходят классные мемы на тему Фоллаута. Обязательно переходите и подписывайтесь, ссылочка на него будет в описании. Приветствую всех, обидателей пустоши! Вы, как всегда, на канале BestGame. Сегодня я хотел бы немножко отдохнуть от Облевиона и полностью погрузиться в мир столичной пустоши. В сегодняшнем выпуске я хотел бы вам показать все неотмечаемые и секретные локации в игре Fallout 3. Тут довольно-таки много интересных мест, о которых я узнал совсем недавно. И если вы хотите больше фоллауча на моем канале, то обязательно пишите об этом в комментариях. Ну что же, давайте уже начинать. Усаживайтесь поудобнее и всем приятного просмотра! Итак, наша первая локация это трон Тараканевого Короля. Здесь поселился один Шизик, который возомнил себя королем всех насекомых. И надо сказать, у него хорошо получается. Рядом с ним всегда бегают шесть рад-дараканов, которые воюют на его стороне. Почему они на него не нападают и как он их смог приручить, остаётся загадкой. Сам так называемый трон состоит из красной ракеты Одесской горки, нескольких покрышек и прочего мусора. А этот безумец вооружён миниганом, поэтому есть смысл приходить сюда на первом уровне, чтобы сразу получить топовую пушку. Но если здесь ещё немного полазить, то можно будет забрать ядерный выстрел и несколько боеприпасов. Сама локация расположена недалеко от минного поля, поэтому сюда можно попасть в самом начале игры, во время выполнения квеста Мойрой Браун. Следом у нас идёт хижина рейдеров. По сути, это захваченный и обустроенный рейдерами дом в бывшем коттеджном посёлке, который расположен в восточне развалин Бетезды. Это очень хорошо защищённая локация, сюда можно подобраться только с одной стороны, так как везде стоят заборы из кучи мусора. Ну и этот главный вход очень хорошо защищает кучка рейдеров, они никого не подпускают на свою так называемую базу. Если вы хотите исследовать эту локацию, то вот вам точное местоположение. Внутри дома вас также встретят недружелюбные рейдеры, и если вы их всех перестреляете, то уже можно будет поживиться какими-нибудь боеприпасами или же медикаментами. В одной из комнат можно поживиться наркотой, это винты, ментанты и прочая ерунда, и в придачу можно будет забрать довоенные деньги. В другой комнате проживает рейдер с огнемётом, и если вы его прикончите, то станете владельцем неплохого оружия. А на первом этаже проживает один рейдер, который вооружён уникальным оружием, это боевой нож Кровопийца. Если вы любите использовать холодное оружие, то стоит его взять, и это оружие можно фармить постоянно, так как этот рейдер спавнится каждые 72 часа. Далее у нас это разрушенная деревня, которая наполнена очень недружелюбными гулями. Данное поселение расположено недалеко от мусорной свалки братьев Джаубертов, если вы хотите изучить эту локацию, то отправляйтесь вот сюда. Эта так называемая деревня выглядит очень мрачно, и скорее всего все её местные жители превратились в гули из-за большого количества радиации. Поселение находится просто в ужасном состоянии, куча мусора, эти разбитые лачуги, и если вы окажетесь на этой локации, то местные жители вас сразу же попытаются прогнать. Разобраться с ними будет довольно-таки легко, так как у них нету даже нормального оружия, но на этой локации всё-таки можно чем-нибудь поживиться. Зайдя в одну из золочуг, вы увидите кучу трупов, скелетов, и что они с ними тут делали, непонятно. Рядом с ними валяется лазерная винтовка и боевой дробовик. И в этой же лачуге в уголке можно будет найти ядерный выстрел, книжку, которая повысит вам навык взрывчатки, и несколько патронов. Оружие, которое вы здесь найдёте, оно будет просто в говёном состоянии, поэтому сразу же стоит отправиться к торговцам и починить его. Следом у нас идёт небольшая лодочная станция, расположенная недалеко от мемориала Джефферсона. Локация представляет из себя небольшую хижину, деревянный перс и несколько затопленных лодок. Локация не богата какими-нибудь припасами, уникальными оружиями и прочим. Внутри хижины вы найдёте сейф, который закрыт на сложный замок. Его будет охранять такой вот яростный рад-таракан, но на него даже не стоит обращать внимания. Внутри сейфа вы найдёте стелс-бой, какое-нибудь оружие, крышки и остальную мелочь. Итак, следующая локация уже поинтереснее, здесь можно будет поживиться хорошими вещичками. Это заброшенная лачуга, которая находится на вершине утёса, северо-западней заправки Рокбекера. Внешне она ничем не примечательная, обычная бедная лачуга, напротив которой стоит небольшая площадка для стрельбы. Видно, хозяин этой хижины какой-нибудь боец или же меткий стрелок. Внутри дома есть очень много интересных плюшек, которые можно будет с собой забрать. С правой стороны будет стоять клетка с маленькими рад-тараканами, которых можно спокойно поубивать. С левой стороны расположен верстак, на котором лежит голодиск с одной из записей архива семьи Келлеров. Пригодится по квесту. Ну и ещё здесь можно будет поживиться с заколками, стелс-боем и несколькими книгами, которые повысят ваши навыки. Но самое интересное в этой хижине это такой вот шкафчик, который закрыт на очень сложный замок. Если у вас хорошо прокачан навык, то вы можете получить уникальную винтовку Виктория. Это оружие превосходит по всем характеристикам обычную снайперскую. И если вы любите отыгрывать снайпера, то данная игрушка для вас идеальнейший вариант. Ну что же, предпоследняя локация – лагерь компании Коготь. Наверное, самая мерзкая и бесячая группировка в третьем фолче, так как они вечно достают главного героя. Сама локация расположена к югу-западу от промежуточной станции коллектора. Уже возле входа нас встречает несколько тропов, и тут сразу видно, что эти ребята над ними хорошо поиздевались. Если мы их обыщем, то сможем поживиться наркотой, это стимуляторы, психо и так далее. Внутри базы нас сразу же встретят три наёмника, с которыми будет довольно-таки сложно разобраться, так как они очень хорошо вооружены. Но если вы их всех перебьёте, то сможете поживиться хорошей бронёй и отличным оружием. Возле входа стоит такой вот шкафчик, где хранится всякое оружие. А в другой комнате можно будет найти два ящика с боеприпасами и книжку, повышающую навык. Ну и наконец, последняя локация в этом выпуске, и она довольно-таки забавная. Это небольшое укрытие под мостом, расположенное к югу-востоку от края лосбилдинга. Возле входа здесь обычно тусуется кучка супер-мутантов, поэтому тут нужно быть аккуратней. Внутри локации усыпаны различными приколюхами, и возле входа нас здесь ожидает такая вот конструкция, которая держится всего на нескольких карандашках, но мы её ломаем и двигаемся дальше. Пройдя немного дальше, мы заметим сломанный толчок, американский флаг и такую вот мрачную каменную башку. Как она здесь оказалась, совсем непонятно. И пройдя в последнюю комнату, здесь можно немного удивиться, тут очень много вантузов и всё залито кровью. С левой стороны будет стоять манекен, на котором на башку прилепили вантуз, и дали ещё один вантуз ему в руку. С левой стороны также ещё стоит толчок, где внутри него будут лежать наркотики. Ну и несколько различных шкафчиков, где можно взять патроны, медикаменты и прочие полезные плюшки. Если мы посмотрим на этот уголок, то можем понять, что кто-то пытался подняться на потолок с помощью вантузов, и видно, у него руки были все в крови. Кому нужно было туда залезть, мы, скорее всего, никогда не узнаем. Ну что же, дорогие друзья, сегодняшний ролик подходит к концу. Я надеюсь, что вам было интересно и вы узнали что-то новое. Напоминаю, если вы хотите больше фолоча на моём канале, и чтобы я сделал с ним какие-то интересные рубрики, то обязательно напишите об этом в комментариях. Чтобы я знал, интересно вам что-то, кроме Обливиона или нет. Ну и не забывайте про интересную группу ВКонтакте, о которой я упоминал в начале ролика. Ссылочка на неё будет в описании. Ну что же, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok